С вами Рик Реннер. Я сижу на одном из камней, служивших основанием для большого жертвенника Зевсу, когда-то стоявшего в древнем городе Пергаме. Это было величественное сооружение, построенное на этом уступе на высоте 300 метров, и возвышалось оно над всей долиной. Большой жертвенник Зевсу, украшенный золотом и серебром, был отлично виден из долины. В небо поднимались клубы дыма от круглосуточно приносимых здесь жертв. Этот жертвенник был настолько огромен, что вошел в список семи чудес древнего мира. И сегодня он является частью экспозиции в Пергамском музее в Берлине. Но когда-то он стоял здесь. На этом месте была такая концентрация зла и порока, что в Откровении 2.13 дважды упоминается, что здесь находится престол сатаны. От существительного престола, по-гречески «тронос», происходит слово «трон». Иисус сказал, что здесь – трон сатаны. Восседая на этой возвышенности, в этой цитадели, в этом опорном пункте, сатана правил не только в Пергаме, но и во всей провинции. Здесь и вправду был его престол. Пергам служил центром управления для злых сил во всем регионе. Верующим постоянно приходилось противостоять злым силам. Им просто некуда было деться от врага. Христиане ходили по улицам Пергама, где на каждом шагу стояли языческие капища. Дым и воскурение кружили голову, и они неизбежно чувствовали присутствие зла. И поскольку им было некуда деваться от злых сил, им пришлось научиться противостоять им, избегать их и одерживать над ними вверх. Христианам нужно было научиться держаться от зла подальше, жить святой жизнью и ходить в силе Святого Духа. И у них это получалось. Если они смогли это сделать, у вас тоже получится. Где бы вы ни находились, вы можете противостоять влиянию своего окружения, противиться злу и успешно ходить в Божьей силе. Об этом я хочу поговорить с вами сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Добро пожаловать! Во вступительной части вы видели, как я сидел на месте, где когда-то в древнем пергаме находился престол сатаны. Я бы очень хотел, чтобы и вы побывали там со мной. Это место стоит увидеть. Там все еще что-то осталось. Там действительно находился так называемый престол сатаны. Так его называли верующие. Официально он назывался Большой Пергамский Алтарь Зевсу. Но в глазах верующих это не был просто жертвенник, а это был настоящий престол сатаны. Так его и называл Иисус в Откровении 2.13. Сегодня мы поговорим о нем подробно. Что такое престол сатаны? Какое он имеет отношение к нам с вами? Спасибо, что позволили посетить вас. Для меня это огромное привилегие. Хочу напомнить, что если у вас есть какая-то нужда, если вам нужно с кем-то помолиться, мы готовы служить вам. Мы верим в силу молитвы и ждем вашего звонка или письма. Мы готовы объединить свою веру с вашей. Также предлагаю вам новый аудиоцикл «Послание Иисуса Пергамской Церкви». В нем 10 частей, основанных на цикле этих передач. Он включает все тезисы, принципы, пояснения, истины, исторические факты. Все, о чем мы говорим в наших программах, это прекрасный ресурс, которому предлагается учебное пособие. Вы, несомненно, будете рады его получить. В нем масса информации, благодаря которой события Нового Завета оживают. Скачайте этот аудиоцикл сегодня. Бесплатно. Он будет полезным для самостоятельного или совместного изучения с друзьями или на домашней группе. Вам также доступна ознакомительная версия книги «Никаких компромиссов» с подзаголовком «Послание Иисуса Христа сегодняшней Церкви». Перед началом программы сегодня я снова перелистал ее. Мне так нравится эта книга. Когда я принялся за ее написание, то принял решение, что она будет содержать все важное. Поэтому я включил все, что хотел в ней видеть. Я включил в нее исторические факты, карты, фотографии, графику, различные иллюстрации. В ней огромное количество информации. Благодаря этой книге, писание Нового Завета по-настоящему оживает. Печатная версия книги — очень серьезное издание. Вы сможете использовать ее как настольную книгу. Многие люди так и делают. Не очень часто удается прочитать столь увесистый том от начала до конца за один раз, ведь в нем более 400 страниц. Большинство используют такие книги в качестве энциклопедии или справочника. Думаю, именно такое применение вы ей найдете. Ознакомительная версия также будет полезна. Она просто великолепна. Я прочитаю небольшие отрывки из самого начала. Послушайте. Чтобы успешно противостоять духовным бурям в эти последние времена, мы должны обратить свое внимание на послание Христа, обращенное в адрес Его Церкви в Пергаме. Об этом мы и говорим в наших программах. Эти мужи и жены веры испытывали на себе тяжесть осуждений со стороны языческого сообщества, окружавшего их со всех сторон. В то же время они ощущали давление заблудших лидеров Церкви, принуждавших их подстраиваться под мирские стандарты. Изучая послание Христа Пергамской Церкви, мы узнаем не только о том, что Он заповедал верующим в Пергаме, но также поймем, что Господь повелевает нам, и чего Он ожидает от нас сегодня. Я искренне советую вам читать эту книгу не спеша, рассуждая над прочитанным и прислушиваясь к своему сердцу. Очень важно, чтобы мы слышали, что Дух говорит Церкви в этот час. Возможно, мы живем в самое непростое для Церкви время за последние 1700 лет. Я верю в это всем сердцем. Нам предстоят непростые времена. Нам нужно знать, как их пережить. Один из способов — оглянуться и проанализировать, как ранняя Церковь прошла свой период испытаний. Мы можем почерпнуть мудрость и научиться внимать словам Иисуса, и сможем хорошо подготовиться к тому, что нас ожидает. Поэтому скачайте ознакомительную версию книги, никаких компромиссов, с подзаголовком «Послание Иисуса Христа сегодняшней Церкви». Сегодня мы продолжим с того места, на котором остановились в прошлой передаче, со второй главы книги Откровения. Начнем снова с 12 стиха, где Иисус обращается к ангелу Пергамской Церкви. «И ангелу Пергамской Церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». Я вкратце повторю, что означают слова «ангел» и «церковь». Слово «ангел» не относится к небесному созданию с крыльями. Здесь употреблено греческое слово «ангелос», которое в данном контексте описывает человека, выступающего в роли посланника, или выполняющего особое поручение, того, кто является делегатом, высокопоставленным лицом, пастором или посланцем Божьим. Как я говорил в прошлой передаче, в этом стихе есть нечто очень важное. Бог ставит пасторов во главе церквей и проявляет уважение к тем, кого Он наделяет властью. Во всех посланиях Христа семи церквям Иисус никогда не обращается к самой церкви. Во всех семи случаях Иисус говорит, «Ангелу Ефесской Церкви напиши, ангелу Смирнской Церкви напиши, ангелу Пергамской Церкви напиши» и так далее. Иисус всегда в первую очередь обращается к ангелу, к пастору, потому что задача пастора — услышать слова Христа для собрания, осознать их, сделать их частью себя, питать их, принять эти слова, вкусить, проглотить, хорошо усвоить, хорошее и плохое, и похвалу, и обличение, и исправление, и при содействии силы и помазании Духа Святого. Затем передать послание, которое Он принял и усвоил собранию верующих. В Откровении 2.12 мы снова встречаемся с этим. Иисус обращается к руководству церкви, к ангелу или к пастору. И в прошлой передаче мы с вами подробно разобрали слово «церковь», греческое слово «экклессия». Изначально оно было не столько религиозным, сколько политическим термином, и имело несколько иное значение, чем церковь, в традиционном понимании. Слово «экклессия» состояло из нескольких частей. «Экк» соответствует приставке «вы», «калео» означает «званые». Все слово означает «вызванные», то есть «созванные люди». Изначально словом «экклессия» называли людей, которых пригласили. Это отдельное престижное собрание видных граждан, которые принимали законы, дискутировали об общественном строе, формировали новую политику, занимались судебными вопросами, избирали и отстраняли от должности верховных судей. И когда это слово использовали применительно к церкви, то имели в виду группу верующих, о которых знают другие люди. Мы становимся известными, когда мы во Христе. Мы призваны, мы назначены, мы избраны. Мы собраны с целью представлять Бога в различных городах, регионах или странах. Это орган, принимавший решения, оказывающий влияние на ситуацию в том или ином регионе. То есть мы не должны быть небольшой кучкой верующих, прячущихся от мира. Бог призвал нас занять позицию, влияние и силы. Мы должны менять вокруг себя все. Ваша церковь делает что-нибудь, чтобы все вокруг изменилось? Как вы помогаете церкви в этом? Мы не имеем права скрываться в страхе, бояться темноты. Мы должны вторгаться во тьму, неся свет Евангелия, изменяя ситуацию. Вот о чем нам говорит смысл слова «Экклесия». Продолжим чтение. Откровение 2.13 «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, которые у вас, где живет сатана, умер швлен верный свидетель мой, Антипа». Сегодня мы подробно поговорим, что значит выражение «где живет сатана». Но прежде обратим внимание на фразу «знаю твои дела». Слово «знать» — греческое слово «ойда», всегда означает «знание, полученное из первых рук». Оно не означает, что кто-то рассказал. Речь не идет о новости, которую вам принес ангел, или о чем-то, что вы услышали в молитве. Этот глагол говорит о том, что вы увидели что-то с собственными глазами. Именно его произнес Иисус в этом стихе. И он буквально означает «видеть, воспринимать, понимать или постигать, а также знание, полученное на основании собственного наблюдения». Это личное знание, и это означает, что Христос лично находился в той церкви. Мы знаем об этом, потому что в первых двух главах книги Откровения сказано, что Иисус ходит посреди своей церкви. Теперь мы знаем, что Он делает в церкви. Он смотрит, рассматривает, наблюдает. Слово «знать» — греческое слово «оида» означает «лично увидеть» или «узнать что-либо из первых рук». К этому следует относиться как к предупреждению и ободрению. Мы должны радоваться, что Иисус знает обо всем, что происходит. Для пергамской церкви это, по-видимому, было хорошим ободрением, они поняли, что Иисус знает, в каких суровых условиях они находятся. Но эта новость также может послужить и предупреждением, потому что Христос видит все. Он замечает не только наши добрые дела, но и знает, что мы делаем неправильно. Иисус видел все победы верующих, каждую оплошность. Он знал обо всех их проблемах и о каждой демонической атаке, а также обо всех ошибках, на которые люди закрывали глаза. Иисус видел все. Вот что означает глагол «знать», греческое слово «ойда». Христос недвусмысленно заявляет, что владеет информацией о ситуации в пергамской церкви на основании собственных личных наблюдений. Он видел все, знал все нюансы, знал, в каком она находится состоянии, потому что все видел своими глазами. Что именно Иисусу было известно о церкви в пергаме? Он знал многое, но я упомяну три основных факта. Во-первых, он знал о том, что верующие жили в окружении бесовских сил. Он знал, с чем они сталкиваются и сражаются. Во-вторых, он знал, что над ними нависал меч проконсула. Мы говорили об этом в прошлом выпуске. Если вы его пропустили, посетите наш архив передачи и посмотрите эту программу. Они жили под страхом права меча, которое власти могли применить против них в любой момент. В-третьих, они жили в ужасных условиях, терпя нападки от местных язычников. Иисус все это знал. В Евреях 13, 8 сказано, «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Это значит, что Он делает сейчас то же самое, что делал раньше. Если Иисус ходил среди первых верующих, значит, Он обитает и среди нас. Если Иисус наблюдал за ними, значит, Он наблюдает и за нами. Если Иисус видел все их победы, значит, Он видит и наши. Если Иисус знал обо всех их заблуждениях, значит, знает и о наших. Иисус видит все, так что это и предупреждение, и ободрение. Иисус сегодня делает в точности то, что Он делал две тысячи лет назад. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Мне нравится, что написано в Евреях 4, 13, «И нет твари, сокровенные от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его, и Ему дадим отчет». Поэтому давайте стремиться к тому, чтобы Иисусу было приятно наблюдать за нашей жизнью и жизнью нашей церкви. Также в Откровении 2, 13 сказано, «Знаю твои дела». Слово «дела» — греческое слово «эрго», означает «поступки», «действия», «какую-либо деятельность». Смысловая палитра этого слова широка и многогранна. И я сделал такой вариант этой фразы в своей пояснительной интерпретации Откровения 2, 13. «Я лично наблюдаю за тобой и знаю все, чем ты занимаешься. Я все вижу. Я знаю все, что нужно знать. На самом деле нет ничего, чего бы я не знал о тебе и твоих делах». Вот что означает слово «дела» — «эрго». Это все, что вы делаете. Что характерно, Иисус произнес фразу «знаю твои дела», обращаясь к каждой церкви в книге Откровения. Иисус знал все о каждой церкви. Иисус знает все о вас и о вашей церкви. Он знает о том, что происходит в соседней церкви. Он знает, потому что ходит среди нас и наблюдает за нами. Например, книга Откровения 2, 4. Иисус говорит, что Ефесская церковь отличалась трудолюбием, но оставила свою первую любовь. Откуда Он это знал? Он был там и все видел Сам. Откровение 2, 9. Иисус говорит Смирнской церкви о том, что знает, что она терпит нищету и злословие. Откуда Он это знал? Он был там и все видел Сам. Откровение 2, 13. Мы читаем о Пергамской церкви, где говорится о том, что Иисус знал о нависшей над ними тени римского правителя, о политическом давлении и ужасных гонениях. Он знал об этом, потому что Он был там и все видел Сам. Откровение 2, 19, 20. Там сказано о том, что Иисус знал о многих добрых делах в Феатирской церкви. Однако Он также упрекнул ее за попустительство лжеучению, которое проникло в ряды ее прихожан. Откровение 3, 2. Иисус описывает Сардийскую церковь. Он лично посетил ее и своими глазами видел, что, несмотря на свою прекрасную духовную репутацию, она была на краю гибели. Иисус был в Филадельфийской церкви. Мы читаем об этом в Откровении 3, 8. Иисус видел, как много дверей открылось для проповеди Евангелия в том регионе. Иисус посетил Ладикийскую церковь. Он знал, что это была богатая церковь. Откровение 3, 16. Он говорит, «Я знаю, что ты богат и разбогател, но ты стал теплым в духовных вопросах». Божьи ценности перестали быть для тебя приоритетными. Иисус знал ситуацию всех церквей в мельчайших подробностях. Обратите внимание, что для каждой церкви у Него было собственное личное послание. Он знал, что конкретно происходит в каждой из церквей и прокомментировал особенности каждой церкви в отдельности. То же самое Он может сделать в отношении вашей церкви. Что Иисус знает о вас? Что Он знает о вашей церкви? Это и ободрение, и предупреждение. Откровение 2, 13. Иисус продолжает. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны». Слово «жить» имеет важное значение. Оно означает «поселяться». Оно описывает того, кто поселился в определенном месте и чувствует себя там совсем как дома. Здесь использовано глагольное время, которое указывает на продолженное действие. То есть местные верующие не были гостями или туристами в своем городе. Пергам был их домом, постоянным местом жительства, а не его жителями. Вот почему это такое важное слово. Иисус обращался к людям, которые переносили страдания и гонения в пергаме, потому что им некуда было деться от своего окружения. Я знаю, что каждому хотелось бы избежать трудностей, но иногда мы оказываемся в ситуации, которой нельзя избежать. Пергамские верующие жили в таких условиях. Они находились там по закону, потому что так решило местное правительство. Они не могли просто собрать вещи и уехать. Они должны были жить там, где прикажут власти. Их семьи жили здесь в течение многих поколений. Поэтому и они должны были оставаться в своей черте оседлости. Иисус прекрасно понимал, в каких условиях они находились, в какой местности застряли. Он знал, что они не могут просто сбежать оттуда, потому сказал им, «Я знаю, где ты живешь». Фактически он сказал, «Я знаю, где ты проживаешь на постоянной основе». Также Иисус сказал, что они живут там, где престол сатаны. Это тоже в 13 стихе. Что такое престол сатаны? Во-первых, слово «сатана», по-гречески «сатанос», означает «того, кто ненавидит», «обвиняет», «клевещет», «плетет заговоры», а также переводится как «противник». Сатана затевал заговор против церкви. Он стремился из-под тяжка нападать на верующих. Он плел позднее против них, желая уничтожить их. Кроме того, здесь говорится о престоле сатаны. Слово «престол», греческое слово «тронос», изначально использовалось для описания стульев, которые предназначались исключительно для главы семейства. В древние времена хозяин дома обладал высшей властью, руководил всем хозяйством и принимал окончательное решение по всем вопросам. главу семьи называли господином дома. В доме было место, предназначенное лишь для него, и никто не мог садиться на это место. Оно было исключительно для хозяина дома. сесть на его место было чем-то непозволительным и считалось проявлением неуважения. Оно предназначалось лишь для хозяина дома, обладающего непререкаемым авторитетом. Поэтому его место символизировало власть последней инстанции. Язычники употребляли слово «тронос», когда описывали незримые престолы силы, на которых восседали местные божества, которые покровительствовали им и управляли их городом и областью. Употребив слово «престол», то есть место хозяина дома, Иисус назвал Сатану хозяином Пергама, у которого был собственный престол. Сатана восседал на нем и обладал абсолютной властью над этим городом, где он правил на протяжении многих поколений, не испытывая никакого сопротивления. Его власть настолько укоренилась в Пергаме, что, в частности, благодаря римскому режиму правления, влияние Сатаны распространилось на всю Малую Азию, которая была объята духовной тьмой, а ее источником был город Пергам, где находился престол Сатаны. Власть Сатаны в Пергаме была неоспоримой в течение многих столетий. Но вдруг там появилась церковь, активно благовествующая церковь, верующие проповедовали, заставляя тьму отступать. Они стремились свергнуть Сатану с его престола в городе. К тому же Бог призывает и вас. Он призвал вас свергнуть Сатану с престола в вашем городе, в вашей семье, в вашем районе. Таково призвание от Бога для вас и вашей церкви. Также стоит отметить, что в греческом тексте фраза «престол Сатаны» содержит определенный артикль. Это очень важно, поскольку речь идет о конкретном реальном престоле, на котором сидел Сатана в Пергаме. Иисус призвал церковь свергнуть его. Этот призыв звучит и для вас сегодня. Наше время истекло, я скоро вернусь и помолюсь за вас. Дорогие друзья, с вами Рик Реннер. Я хочу поговорить с вами о партнерстве с нашим служением. Вы спросите, а кто такой партнер? Партнер — это тот, кто молится, но многие молятся. И я хочу поговорить с вами о финансовом партнерстве. Становясь нашим финансовым партнером, можно сказать, что вы заправляете машину, на которой мы доставляем библейское учение людям, жаждущим его. Я готовлю учения, мы снимаем программы, мы можем выполнять всю работу по подготовке материалов, но нам нужен тот, кто зальет топливо в бензобак. Поэтому, становясь нашим партнером, вы буквально предоставляете нам топливо, эти средства, которые нам необходимы, чтобы доставить наше служение людям, жаждущим его. Люди взывают, «Боже, дай ответ! Дай мне основание, на котором я смогу строить свою жизнь!» Церковь в Филиппах, как вы знаете, была партнером апостола Павла. Филиппийцы жертвовали финансово в его служении. В первой главе послания к филиппийцам Павел пишет удивительные слова. «Являясь моими партнерами, вы соучастники мои в благодати». Становясь партнером служения, вы получаете все благословения этого служения в свою жизнь. Я точно знаю, что на нашем служении есть великая благодать, великое благословение. У нас есть настоящая духовная стабильность и сила. Став нашим партнером, вы становитесь партнером этой благодати. И эта сила зальется в вашу жизнь. Благодать наполнит ее, и благословение сойдет на вас. Придет благоволение. Я действительно в это верю. Это благословенная часть партнерства в служении. А еще вы будете знать, что благодаря вам меняется чья-то жизнь. Вы можете выполнять миссионерский труд, не выходя из дома. Просто зайдите на наш сайт и станьте партнером нашего служения. Вы выходите за пределы своего мира каждый раз, когда отправляете пожертвования. Достигаете мира, изменяете чью-то жизнь. Поэтому, прошу вас, становитесь нашим партнером прямо сейчас. Бог призывает вас свергнуть сатану с престола в вашей семье, в вашем районе, в вашей церкви, в вашем городе. Иисуса не устраивает, что дьявол может быть хозяином в каком бы то ни было доме. А у вас есть мощное оружие, Божье Слово, Божья Сила, и кровь Иисуса, чтобы сбросить дьявола с его престола. Вы обладаете огромной силой. Если вы станете проповедовать Евангелие и освещать все вокруг его светом, то вы изгоните тьму. Таков смысл послания Христа Пергамской церкви. И тот же призыв звучит для нас с вами сегодня. Мы призваны к этому. Мы бы хотели молиться с вами. Сообщите нам, о чем мы можем помолиться, и мы поможем вам прогнать тьму прочь. Я напоминаю, что мы предлагаем аудиоцикл «Послание Иисуса Пергамской церкви». В этом аудиоцикле 10 частей, и они основаны на этих программах. В нем вы найдете все тезисы, принципы, разбор греческих слов, исторические факты, пояснение истины, прекрасные ресурсы. И помните про ознакомительную версию книги «Никаких компромиссов» с подзаголовком «Послание Иисуса Христа сегодняшней церкви». Художественный директор Пергамского музея назвал ее одной из лучших и наиболее полных книг, написанных о Пергаме. И этот отзыв оставлен неверующим человеком, ученым, который восхищается этой книгой. Я убежден, что благодаря этой книге многое в вашей жизни изменится. Позвольте помолиться за вас. «Отец, во имя Иисуса, спасибо тебе, что, согласно Иоанна 1,5, свет внутри нас не сможет объять никакая тьма. Я молюсь о том, чтобы свет Евангелия в моих друзьях вспыхнул еще ярче и свергнул сатану с его престола в их жизни во имя Иисуса». Аминь. Спасибо, что были со мной сегодня. Увидимся вскоре. Помните, что сказано в книге Иклесиаста 8,4, «Где слово царя, там власть». В Божьем слове есть власть. И пусть сверхъестественная сила Божьего слова действует в вашей жизни сегодня. До следующей программы. Добро пожаловать на мою страницу в Фейсбуке. Я ждал вас. На этой странице мы регулярно публикуем новости, учения, видео. Мы верим, что все это важно для вашей духовной жизни. Поэтому приглашаю вас регулярно посещать мою страницу в Фейсбуке. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин